Добрый вечер, уважаемые телезрители! Новоуральская вещательная компания продолжает свой вечерний эфир в студии Лидии Голубева. И сейчас в программе «Время итогов» для главы Новоуральского городского округа Владимира Викторовича Цветова. Добрый вечер. Добрый вечер. Владимир Викторович, закончился 2019 год. Давайте подводить итоги. Какие ожидания сбылись, какие надежды исполнены? Для вас он был достаточно серьезным годом перемены испытаний. Так каким он был? Год был хорошим. Год был действительно испытаний, но год был хорошим. Мы в этом году очень много сделали. Это очень приятно ощущать к концу года какой-то результат. Что я хотел бы по этому поводу сказать. Лично для меня я стал главой города Новоуральского городского округа. А для города ряд проблем, которые сейчас мы решили, которые позволят нам сформировать платформу, на которой будет город развиваться дальше. Это, в первую очередь, постановление правительства о создании территории, опережающей развитие города Новоуральского городского округа. Мы развиваем ТСР. И это даст большие плоды. Мы сможем развивать производство на территории округа, создавать рабочие места. И, соответственно, город будет развиваться. Что еще большого такого? Мы начали программу, по которой мы консолидируем наших предпринимателей в единое целое. Для чего? Те крупные предприятия, которые заходят в наш город, будут создавать вокруг себя зону, в которой будут создаваться небольшие предприятия, которые будут обеспечивать их услугами, материалами. А главное, на базе того продукции, которую они будут производить, местные предприниматели смогут создавать свой продукт. Зарабатывать деньги, жить, продолжать развиваться. Строить свое производство и создавать свои, так сказать, новые рабочие места. Ну вот, собственно говоря, несколько недель назад вы сказали о том, что самое главное для нас – это рабочие места в реальном секторе экономики. И вот те предприятия, которые сегодня уже стали, значит, вошли в контур ТАСЭР, их четыре на сегодняшний момент, как я понимаю, еще несколько, готовят свои документы для того, чтобы комиссия рассмотрела их заявки и утвердила. На сегодняшний момент по направлениям, что это? То есть это есть и металлообработка, да, и производство мороженых овощей. Они самые разные. Сколько рабочих мест предполагается создать там? Эти четыре предприятия, которые сейчас являются резидентами ТАСЭР, они действительно все разные. Кто-то занимается капитальными ремонтами оборудования, кто-то занимается производством металлоконструкции, а кто-то занимается переработкой овощей. Вот то предприятие, которое называется у нас ООО «Производство». Они действительно все разные. Это наши, так сказать, флагманы, которые зашли сейчас. Создание небольшого количества рабочих мест, мы ожидаем от них, но они сейчас для нас очень важны, как отправная точка. Мы планировали в этом году еще несколько предприятий завести в ТАСЭР. По ряду объективных причин, несвоевременной подачи заявки и прочие проблемы в законодательстве, мы не успели с ними зарегистрироваться. Но сейчас заявки еще двух поданы. И в течение следующего года 11 предприятий, это из того большого объема, который должен был быть, они все готовы к тому, чтобы стать резидентами ТАСЭРа и готовить сейчас материалы. Это очень важно. Почему? Вот этот большой объем резидентов, который зайдет на территорию Новоральского городского округа, это вот они создадут большой объем рабочих мест. Ну и, соответственно, атмосферу. Это предприятие, на которое будут работать наши горожане, а, соответственно, как мы знаем, один с сошкой, семеро с ложкой. То есть семерых горожан каждое рабочее место сможет обеспечить. Это очень важно. Кроме этого, я хотел сказать о том, что вот на очередной сессии нашей, так сказать, с предпринимателями, которые мы проводили, было подписано соглашение с Уральским заводом модульной конструкции. Это крупное предприятие, это действующее, это серьезное машиностроительное предприятие. Они заходят к нам в город на сегодняшний день с целью создания до конца следующего года 300 рабочих мест. Это действительно большая прорывная работа. И таких предприятий мы на следующий год ожидаем еще два, которые вот в стадии рассмотрения. Пока называть я вам не буду их, но в процессе буду держать в курсе событий, как это будет работать. Для нас очень важно машиностроительное производство. Почему? Потому что это не сырьевики, это те производства, которые потребляют трудовые кадры, квалифицированные. А это для нашего города самое важное на сегодняшний день. Да, в особенности после сокращения на комбинате, когда большое количество высококвалифицированного персонала высвободилось. Вот народ часто интересует, вот они зашли, у них оформлены пакеты документов, они будут строить эти предприятия, они заходят в готовые какие-то помещения. То есть насколько быстро удастся реализовать вот то, о чем вы сейчас сказали. Кто-то заходит в готовые помещения, вот сейчас оформляются сделки, купли-продажи цехов, которые расположены на Амуре, это тех вот, уральский завод модульных конструкций. А те предприятия, которые идут, как резиденты ТОРа, например, ООО «Заморозка» приобретает старые здания на территории АМК, ОХК и будет их сносить и строить легковозводимые конструкции цеха. И они планируют до сентября месяца начать выпуск большого объема продукции. То есть это новые цеха, которые будут здесь на территории, на территории, которые у нас будут. Объем финансирования, если мне память не изменяет, на сегодняшний день в ближайший первый квартал 270 миллионов и еще около 300 миллионов до конца года. Это серьезная стройка, это серьезные инвестиции, это серьезный проект. Да, это действительно серьезные деньги. Ну что ж, будем надеяться, что все сложится хорошо. Вот еще один такой интересный для нас и очень важный для страны вопрос, это, конечно же, реализация национальных проектов. Президент об этом говорил и уделил много внимания на своей пресс-конференции 19 декабря. Город участвует. Вот ваши впечатления от этого взаимодействия и как мы вписаны в реализацию национальных проектов? Мне очень нравится то, что происходит. Национальные проекты – это стратегии развития. То есть определили направление, определили ключевые показатели и требуют нас, требуют и правительство области, и правительство Российской Федерации выполнения этих поручений. А когда требуют, мы их выполняем. И у нас получается, вот для примера, мы с вами участвовали, город Новоуральск, в программе «Национальный проект культура». По этому проекту и по этой теме мы с вами смогли решить вопрос о том, чтобы отремонтировать мастерские театра «Кукол». Для театра «Кукол» он у нас передовой, он у нас важный, он у нас известный. Здание мастерских нужно было. Почему? Ну, вот они на базе этих мастерских развиваются. Производят свою продукцию, своих кукол ремонтируют, шьют. В общем, там много работы они делают. Там полный цикл, да, то есть под ключ. Мы смогли эти мастерские, где бы мы еще денег взяли, а тут под программу «Культура» мы, значит, изыскали средства, правительство области изыскало эти средства, и мы провели ремонт. Состоялось открытие «Кванториума». Это еще более интересная программа, из национальных проектов называется «Образование». Когда мы получили самое передовое, самое современное оборудование для наших детей, но мы еще не получили, мы его получаем, но финансирование нам выделено уже в размере, значит, 36 миллионов. Это деньги, которые нам 6 миллионов дал ТВЭЛ и 30 миллионов правительства Саратовской области. А 10 мы изыскали в своем бюджете. Да, да. И сейчас мы получим для города, значит, образцово-показательный объект, но он не столько образцово-показательный, сколько он перспективный. Почему? Ну, не только наши дети, но и окружающие, так сказать, города видят о том, что вот центр притяжения вот этих современных научных компетенций у нас находится. Что это нам дает? Ну, мы и так имеем образованных детей и воспитанных, я уже неоднократно обращал внимание, а здесь это еще очередная отправная точка, когда мы сможем повысить уровень наших детей еще больше. Для чего? Ну, мы с вами здесь верстаем техническое будущее нашей страны. Техническую интеллигенцию. Да. И, значит, неплохо это у нас получается. И правительство области, и Российская Федерация, создавая вот эти национальные проекты, помогает нам реализовать эти программы. Для города это очень важно. У нас открылся отраслевой центр компетенции. Тоже очень важно. Это тоже идет по проекту, значит, образования. И мы получаем что? Мы получаем дополнительные кадры, специальности, которые нам в ближайшем времени будут важны. Это стратегически важно. Почему? Предприятия заходят на территорию, не можем мы привлекать со стороны специалистов. Мы должны их подготовить здесь, на месте, чтобы они вошли на эти предприятия, принимали участие в производстве продукции, которые необходимы для нашего города. Готовили кадры, конечно же. И здесь надо отметить еще для телезрителей, напомню, что центр компетенции, он как раз позволяет подготовить кадры уже старшего возраста. То есть это студенты техникумов и это переподготовка уже рабочих, которые, допустим, потеряли работу и могут быть устроены на другие предприятия. Что, конечно, очень важно с точки зрения социального благополучия территории. Но мы уже начали с вами говорить о предпринимательстве. Самым острым вопросом последнего полугода это, конечно же, был вопрос по цене на электричество. В связи с изменением нашего гарантирующего поставщика случилось так, что цена наша, которая была сформирована, оказалась выше, чем и в поселке Верхневенском, и в Первоуральске, и в ближайших городах. И, конечно, это, естественно, очень возбудило предпринимательское сообщество, потому что тяжелые времена, выживать надо. И все ждали. То есть полгода было благодаря и государственной корпорации «Росатом», и вашему участию, и, конечно же, тому вкладу неоценимому, который внес губернатор Свердловской области, принято решение, что на 2020 год. Мы были в правительстве Свердловской области у вице-губернатора Чемезова. Он подтвердил о том, что рост тарифа на 2020 год составит не более 10%, а вернее цифра будет около 8%. От вот этой, которая была сейчас, да? Последний квартал, четвертый квартал 2019 года. То есть рост в следующем году составит 8%. Конечно, нам бы хотелось еще ниже. Но вот с учетом того, что... Дело в том, что вот эта вот методика расчета, она рассчитывалась, ну, вот для других регионов, и она действительно важна и нужна. Но вот сейчас в нее вносят изменения с учетом того, что вот такие крупные города, как Новоуральск и Нижний Тагил, попали в такую сложную ситуацию именно благодаря вот этой методике. Правительство продолжает в этом плане работу. Вопрос этот наш будет решен однозначно. Занимается этим активно Росатом. Он лоббирует наши интересы. Вот еще раз хочу обратиться к тому, уважаемые горожане, о том, что без Росатома мы никуда. Почему? Это наши старшие товарищи, наши защитники, наши помощники. Вот наша опора. Почему? Потому что вот вопрос с электроэнергии, с тарифом на электроэнергию, решался по инициативе Росатома. И, значит, действительно под эгидой нашего губернатора, который, ну, не будет привлечением, занимался в этом году с нами полосень. Он уже, я вижу, что он и устал от нас, но это дело не оставляет и продолжает этим делом заниматься. Поэтому наше дело правое, победа будет за нами. Это хорошо. Ну, вот продолжая разговор о предпринимательстве, мы, конечно, все время рассказываем о тех мерах поддержки, которые есть. Да, у нас работает фонд. Но по ощущениям, общаясь, опять же, с предпринимателями в связи с этой ситуацией, складывается такое чувство, что с каждым годом работать все-таки становится все труднее и труднее этому сообществу. Поднимаются налоги, так или иначе появляются какие-то организационные изменения, требующие обучения, переквалификации и так далее. А для малых городов России, вот никто почему-то об этом не говорит, что это все-таки вопрос трудоустройства прежде всего. То есть государственная капиталистическая экономика – это прекрасно. Но предприниматели-то трудоустраивают в основном, наверное, ну, наименее квалифицированный персонал, который как раз вот нигде не найдет своего применения на тех больших предприятиях, о которых мы сейчас с вами сказали. И это очень важно. Как вы к этому относитесь, как вы оцениваете вот здесь ситуацию? Действительно, те предприятия, я не говорю о нашем любимом комбинате, а те, которые вокруг, и достаточно крупные предприятия. Вот вчера мы награждали, значит, ЭКО «Альянс» и другие крупные предприятия. Они образовались на территории нашего округа силами наших специалистов, силами наших ученых, силами наших предпринимателей. И говорить о том, что они квалифицированы. Нет, они очень крупные. Я-то говорю как раз об очень маленьких наших предприятиях. Крупные наши предприниматели создают вокруг себя места для предприятий, ну, общепита, для предприятий легкой промышленности, для всех возможностей. Если вот этих крупных не будет, то и остальным будет очень сложно. Поэтому проблемы действительно в этом плане есть. Их решать нужно, но решать каким образом? Есть общая программа. Значит, обучаемся, консолидируем усилия, решаем общие задачи. И только в результате вот этого общения, выстроенной единой системы, мы сможем помочь всем, кто... Ну, и обсуждение проблем, наверное, да? Обязательно. То есть, чтобы понять, что решать, нужно огласить то, что является, собственно, проблемой на сегодняшний момент. Ну, и основные проблемы, которые существуют у предпринимателей, это повышение производительности труда, приобретение нового оборудования. Без этого, ну, никак невозможно. Это общий путь для развития для всей нашей страны, и поэтому для наших предпринимателей тоже. Я к ним очень уважительно отношусь. Я их призываю к тому, что, дорогие мои, давайте, у нас осталось не так много времени, давайте отучимся. Это производственная система Росатома, которая позволяет очень сильно, так сказать, нам повысить производительность труда. Обучимся, сконсолидируемся. Значит, в каком плане? У нас общие проблемы и общие интересы. Мы можем обмениваться здесь, внутри города. Для чего? Чтобы подготовиться к приходу вот этих крупных предприятий и всю, так сказать, обстановку, которая вокруг, инфраструктурная, по обеспечению этих предприятий, мы сможем закрыть своими силами, не привлекая и не давая возможности приходить с другим городом только своими силами. Почему? Ну, нам, в первую очередь, нужны рабочие места для нашего города. То есть поддержим отечественного производителя. Обязательно, это в первую очередь. В рамках закона это все обязательно сделаем. Вы уже начали говорить о том, что наш город, ну, в силу производственной направленности, безусловно, вписан как бы в две административные системы. С одной стороны, правительство Свердловской области, губернатор, с другой стороны, государственная корпорация Росатома, которая тоже вкладывает очень большой вклад в наше социально-экономическое развитие. Значит, мы имеем такие замечательные программы, как «Мой дом, мой двор, моя семья», делаем для города. Воркауты у нас стоят по всему городу. Есть договор между государственной корпорацией Росатом, да, соглашение, и губернатором о возвращении денег КГН, да, консолидированной группы налогоплательщиков, а проще говоря, части налогов, которые предприятия Росатома в предыдущих годах заплатили. Вот эти средства на сегодняшний момент, насколько они для нас важны, и что реализовано в прошлом году на эти деньги? Эти налоги, которые платит атомная отрасль предприятия, которые находятся в Свердловской области, это огромные деньги, если память мне не изменяет, по прошлому году они составили 6 миллиардов рублей. Часть из них на основании соглашения по доброй воле губернатора возвращается к нам в город. Это деньги развития нашего города. Это деньги мы не имеем права отправлять на ремонты, я не знаю, ну, на какие-то ежедневные нужды, это только развитие. Это строительство физкультурно-оздавительного комплекса на Савчука. Это строительство пристроек в школе в Починке. Это строительство жилого дома в Починке, там необходимо расселять ветхое жилье. Дома, которые были на Садовой построены, это все вот за счет этих АГНовских денег. Их пока в ближайшие годы планируют сохранить, поэтому развитие у города будет. Мы будем решать вопросы о благоустройстве аллей, территорий, которые необходимо нам в городе благоустроить за счет вот этих средств. Ну и, соответственно, строить жилье. Вы уже сказали о строительстве ФОКа, но у нас еще два замечательных объекта введены в эксплуатацию в этом году. Это ледовая арена, это, конечно же, корпус на горнолыжной трассе «Висячий камень». Тоже очень важны для развития инфраструктуры. Мне сомненно. Это спортивные наши объекты. Немножко были там проблемы, но все мы сделали для города, обеспечили. Сейчас будем развивать спорт на этих объектах в обязательном порядке. Почему? Все условия для этого созданы. С точки зрения взаимодействия с областью, вот Росатом мы с вами обсудили, вот сейчас принят бюджет на 2020 год. И мы видим по его структуре, что в нем достаточно большое количество финансирования закрепляется по целевым программам. Наши средства, составляющие как бы свободные средства Нуральского городского округа, они становятся немножко меньше именно в связи с тем, что мы получаем вот эти целевые деньги. Как вы это оцениваете? Это хорошо? Это важно для нас сегодня? Или все-таки вот этот наш свободный сектор был бы нам необходим и больше? Ну, конечно, нам хотелось бы, чтобы он был побольше. Но тут та основная часть бюджета, которая нам передается регионам, она дает нам стабильность. Мы живем, работаем, наши дети ходят в детские сады, наши школы работают, наши учреждения культуры работают, дают нам театры, музеи. Поэтому это очень важно, это крайне необходимо. А та часть, которая нам дается на развитие, вот, скажем так, которую мы хотели бы увеличить, да, она в этом году сокращена. Почему? Потому что областной бюджет сократился на 15% для нас, субсидий для нас на 15%. Поэтому, ну что, будем в этих рамках решать свои насущные проблемы, будем изыскивать внутренние резервы, будем проводить ревизию всех земельных участков, объектов недвижимости, то есть искать деньги внутри города. Их можно найти. Они есть? Есть. Это хорошо. Если говорить о городской инфраструктуре, да, конечно, обычный человек, выходя утром из дома, он хочет, чтобы были почищены дороги, значит, чтобы было светло, безопасно для детей, чтобы дома были отремонтированы. В этом плане Новорайск, ну, в общем и целом, наверное, выглядит хорошо. У нас был провал до 2014 года, когда недостаточное количество средств выделялись, и дороги пришли в такое не совсем хорошее состояние. Но за эту пятилетку, в общем и целом, наверное, основной объем выполнен. Что вот на сегодняшний момент, как вы оцениваете, и что дальше? На сегодняшний момент действительно развитие очень большое идет. Мы в этом году отремонтировали большое количество, более 40 жилых домов, капитальный ремонт провели. И, ну, сразу видно, в городе стало... Особенно старая часть, да, которая всегда была такой очень... Да, это очень важно. ...пошарпанная. Почему? Потому что это поднимает моральный дух горожан. Нам, значит, нужно все прилегающие территории привести в порядок. Наши выровнение газоны, дорожки, значит. По поводу уборки улиц. Техника есть. Наведем дисциплину. Поможем, подскажем, сформируем идеологию. И я думаю, что будет порядок. С управляющими компаниями работаем. И будем дальше работать, требовать от них выполнения своих обязанностей. Периодически проехожу по территориям, даже в вечернее время смотрю, где у нас идет уборка. Вижу о том, что у подъездов убрано, а дворовые проезды не убраны. Вот надо будет с нашими управляющими компаниями по этому поводу пообщаться, где-то их пристрожить и порешать вопрос о том, чтобы город убирался даже внутри, так сказать, наших дворовых территорий. Что еще по этому поводу хочу сказать. Будем принимать меры к озеленению. Не к тому, что, значит, сажать новые деревья, хотя и их тоже будем сажать. А решать вопрос о том, чтобы, значит, осуществлять обрезку деревьев. Нужно наши скверы привезти в надлежащий вид, чтобы они были красивыми. Вот очень бы хотелось на театральной площади навести порядок возле театра, чтобы деревья были пострижены. По улице Ленина кустарник уже засох, его надо, оказывается, менять. И мы с девушками, которые, значит, из... Зеленстроя. Да, из Зеленстроя мы уже этот вопрос обсуждали. И хотели бы мы решить вопрос о том, чтобы посадить новые эти кустарники, постричь их и привезти в соответствие... Ну, должен город быть красивым. Конечно. И он всегда был красивым. К сожалению, вот тут какая-то хозяйская рука нужна, я думаю, чтобы все это привести в божий вид. Вообще, последнее время, когда с общественностью разговариваем, очень часто люди высказывают пожелания о комплексности. Потому что часто бывает кусками. Ну, вот дорожку сделали вокруг, как было, так и есть. Что-то отремонтировали. То есть решение вопросов кустовых. То есть вот берем территорию, да, и делаем все. То есть и тротуар, и отмостки нормальные, и ливневку, и, естественно, газоны, зеленые насаждения. Но для этого нужно быть политическое решение, политическая воля. Мы формируем политическое решение и политическую волю управления городского хозяйства, дорожно-коммунальная служба. Решаем вопрос о чем? О том, чтобы действительно не частями, а в комплексе в целом решать вопросы. Приводим в чувство предпринимателей, наших сетевиков. Требуем о том, что у них прилегающая территория была в надлежащем состоянии. Будем, слово говорить, бороться. Не будем мы это говорим в слово, но будем приводить их к ответственности, к осознанию их гражданской ответственности о том, что они находятся в нашем городе. Значит, и они обязаны привести прилегающую территорию в порядок. И таким образом у нас с участием общественности, которая нам указывает. Вот у нас буквально на днях решался вопрос о том, что в привокзальном районе на лестницах нет перил. Мы даже сейчас в зимний период эти вопросы решаем. Почему? Но это нужно, это обязательно, это безопасно. И главное, что это решает наши проблемы о том, что граждане получают наши городские те услуги, которые должны соответствовать столичной услуге. Ну и чувство заботы возникает, что все-таки город находится в надежных руках, под контролем. Я надеюсь. Хорошо. Вот, кстати, к вопросу об общественности. Безусловно. Вот все те комплексы вопросов, да, ну, во-первых, все самому не увидишь. И, конечно же, люди, когда, общаясь с разными людьми, какие-то высказывают свои пожелания, бывают в разных местах, видят. Соответственно, взаимодействие с общественностью и вот поиск этой консолидации, наверное, является одним из тоже таких очень важных вопросов и важной задачей, да. Вы уже за последние полгода повстречались, я думаю, со всеми нашими общественниками. Как складывается вот это взаимодействие? В общественной жизни города принимают активное участие люди старшего поколения. Почему? Они прошли вот эту советскую школу, они понимают то, что им нельзя быть равнодушными и, значит, отходить, так сказать, от участия в управлении городом. Поэтому вот сейчас то, что происходит в реализации, так сказать, желаний, пожеланий горожан, в основном опираемся только на них. И это действительно передовой фронт. Я со всеми общественными организациями, с ветеранами всех организаций встречаюсь и призываю их, а может быть даже и нет необходимости призывать, потому что они действительно в этом активно участвуют. С молодым поколением и с людьми среднего возраста нужно будет заниматься, воспитывать их, чтобы они были неравнодушными, чтобы они не реагировали, не когда у них возникают какие-то серьезные проблемы в быту, а чтобы они принимали участие активно в постоянном контроле за городом. Вот у нас скрылась елка в центре города. Народу было бы очень много, но то, что люди побывали, это хорошо. Я хочу, чтобы они дали оценку в сетях, на голосовании. Мы должны знать, что у нас хорошо, что нам нужно поправить. Поэтому я призываю всех горожан, начиная, значит, с детей, подростков. С юного возраста, да, с младых на ксень. С средних, ну и наших уважаемых ветеранов, которые уже активно принимают участие, чтобы всем городом, всем миром осознавать и понимать, что мы хотим и какая идеология у нашего города. А у нашего города идеология промышленное развитие, благоустройство, передовые позиции в образовании, в культуре, в спорте. Это наши идеологии, которые должен принять каждый. И вообще хочу сказать о чем. Уважаемые горожане, хотелось бы, чтобы мы были с вами единой командой, Почему? Город передовой, город больших возможностей. Если мы, так сказать, единой командой будем принимать решение и воплощать ее в жизнь, эту нашу идею, то мы добьемся больших результатов. Мы и так уже сейчас с вами действительно показали, что мы можем вот больше, чем другие города Свердловской области. Давайте сделаем наш город образцово-показательным, столичным, с развитой инфраструктурой, с развитым производством, с хорошими доходами, ну, самым лучшим городом. То есть это на путьте на 2020 год? Спасибо, Владимир Викторович, за этот замечательный разговор. Я думаю, что мы рассказали о том, что у нас произошло, и наметили планы. Давайте встречаться ежеквартально, и тогда будем как раз вот эта обратная связь с нашими горожанами, она будет у нас налажена. Я надеюсь. Спасибо. Спасибо вам. Всего вам самого доброго, уважаемые телезрители. До новых встреч.